у нас сюрприз значит не зря покойный латинков когда был жив в царство ему небесное говорил что наш кружок железа самый интеллектуальный в россии но ему это виднее сами понимаете не последний человек я назвал трех современных гениев он один из них то есть как говорится ему можно верить и так интеллектуальный кружок и одна из ярких представительниц вот она чем она прослалась последние дни двумя событиями вначале я поздравляю государственная премия по красноярскому краю жаль так и не показала свой значок хотя еще сегодня она была у меня в гостях или вчера или сегодня вот золотой значок красивая бумага и денежные вознаграждения поздравляем но одно из его достижений вот она и асавинец сады краснояре знание терпение то другое а вы знаете я к этому отношения не имею а вот все что здесь описано это уже было ею изучено выстрадано интересно были ли слезы или нет когда что-то погибало наверное были женщина конечно вот и вот результат видите и она мне привезла и подарила книгу самому дорогому учителю наставнику от ученицы с благодарностью от автора дальше красивая идет солнышко и я чтобы книг это раритет что такое 500 книг это раритет на всю страну вот я телефон по этому телефону вы можете позвонить и позвонить и заказать книгу каких-то 850 рублей а потом уже в догонку когда она получит квитанции на квитанции будет написано перед сколько ушло затрачено на почтовые расходы потом в догонку она еще небольшую сумму добавит вот это и будет цена в книге вот это вот что подавляю короткая у нас была встреча так и еще к тому же мы с ней фильм фильм кто-то из вас уже видел небольшой фильм они теперь переходим к нормальной для работе я тоже самое помните только самый принцип злой следователь добрый следователь и один-двух лицах участвую злой следователь в этом году зимой учитывая что я получил несколько десятков страшных писем где полностью уничтожены молодые сады мышами добавить еще зайцев но там я считаю что в тех поселениях тсж и прочих этих самых дачах и так далее нет мужчин зайцев столько мяса бесплатного и вдруг позволять этому мясу тупому жирному позволять жрать деревья вот но мы это проходили а что касается мышей что я скажу к сожалению никто никогда мне не позволит провести один урок на всю россию и тогда бы миллионы деревьев были бы спасены обычно они предоставлены сами себе я ничего нового не выдумал вот я этого человека привлек хотел привлечь это кундосек владислав самый опытный самый грамотный из ведущих если взять все каналы которые мы это отношения к садоводству вот и по была попытка договориться с ним вот вторая попытка первая кончая с крахом вы знаете об этом целый день съемок вот этот усадьба телеканал отказался ее принять ну догадусь почему не потому что я плохие советы давал они были слишком хорошие для этого канала вы догадываетесь все построен на рекламе на хрен им нужны знания и сады в россии если будут сады если каждый из нас будет делать то что мы должны делать канал просто закроет потому что он обязан приносить прибыль не пользу людям а прибыль но есть свет в окошке мы с ним договорились середине лета все-таки он еще раз делает попытку и приедет ко мне и мы снимем еще кофе фильмов но о чем они будут а самым элементарными мы спасем еще мир на дереве я тогда выделил этот телеканал как я взял забрал это очень важно треканал усадьба главные первые популярные увлечение миллиона вот значит авторы герои делятся эксклюзивной информации любая информация кроме той какая надо вот несколько лет слежу за ними смотрю я представил себя это я кудачевым обращаюсь я представил себя девчком я несколько лет слежу за каналом значит чтобы я из этого извлек показывает огромные ямы набиты всяким дерьмом которые наоборот уничтожают корни а потом еще дерево люди которые берут стригут эти деревья безбожно как будто это опция предназначена для стрижки опять усадьба приемы привильки такие что никогда не покажут не через месяц не через год почему это ужас какой-то вот это и сегодня возможно нет руководитель узнает про меня узнает по критику и конечно обходу мне туда нет это понятно ну вот вся надежда на него как я ему еще как объяснил вот это очень важно наболела на душе а я делюсь с вами у нас узкий круг сами понимаете вы так вы знаете как садить надо чтобы посадить дерево нужно минуту-полторы они несколько часов как у как по как показывает и вот получается что я могу говорю мы с ним как прививку как надо делать прививку тысячи людей а канал то там самый первый значит может быть миллионы людей ну не все но многие возьмут привычу нож секата если за мной сегодня завтра выйдут два фильма я все-таки снял без него на уровень не тот уровень это один процент услышать так и вот тогда эти люди бы все взялись за вырастили сады сами и они бы никогда не умерли и отказались вот этих южных сортов потому что они приходят с рынка люди из интернет-магазина у них вот так вот лапши все лапши а люди этого не знаю вот я говорю пожалуйста на рекламируйте это за секатом рекламируйте это же плюс и на же рекламируйте вар бугоркова любой садовый вар лишь бы он был неподдельный вот рекламируйте эти самые ленты рекламируйте все что к этому имеет отношение пожалуйста можно же на канале усадьбы ну вот так у меня наболела в 2 или месяца хотя время привык ушло а эксклюзивные советы какие они все земные там эксклюзивные ладно выговорился и так чтобы мы с ним сняли если появился ко мне ну например в ноябре в октябре я бы взял бы эту бутылку отрезал горлышко перед телекамерами ну что проще то может быть и закупленная в санэпидемстанции отравленное зерно от мышей бутылку выкопал небольшую ямку дать почему ямка как мы сам удобнее было туда залезть на так удобнее не дотянуться у него лестница нет вот этот момент дальше бы я вспомнил что еще мне был участок тогда еще на острове этой трагедии 200 250 4 кота жила я их почти не кормил ну так только отходы от стола а так они пытались только мышами и вот интересно что в радиусе от домика домик центре 50-70 метров никогда за все годы не было ни одного мужчиного зуба а мышей было столько чтобы не стоило выкопать ямку ну полметра потом папа под фундамент рели под эти столбы рели тут же на другой день там как ловушки сидела несколько мышей то есть их было огромное количество а за пределами радиуса 50-70 метров не беспощадно грызли эти же самые мыши а внутри этого радиуса 4 когда обеспечивали безопасность ну где-то наверное на половине если брать площадь на половине чего 5 гектарного участка то есть 1-2 гектара не защищали мотайте на ус дальше еще не все сказал я тоже вспомнил свои фотографии идем дальше вот это вот очень красноярской в виде незамерзающих детей тут рядом без для чего нам это надо мы с вами попадаем в сказку это сказка это музей это значит сама так получилось что так получилось что сад крутовского которому наверное где-то уже скоро будет 200 лет может быть или 150 у меня памяти нет он до сих пор сохранился в данном виде вот так вот смотрите видите то есть здесь сланцевая форма и что интересно первое я беру 6 мы начали про мышей и придем к мышам я говорю я злой следователь данный момент смотрите вот и так 365 дней в году незамерзающие неси это что это значит что однажды где-то в семидесятых годах была построена красноярская грязь заполнилась гигантское водохранилище может на 100 километров ой она же погодите она и не помню можно 50 километров и здесь получился оазис я когда был дневногорске я спрашивал у меня же умрала бы если буду молчать чтобы рисковать жизнь я расспрашивал жителей у вас ксарганского не было никогда в дневногорске дышит вот это тепло получился климат сроднице анагорска но как-то получилось что ученые люди не заметили вот этой перемены так и у них получился тоже сланцевая форма идет мы еще десять лет назад получился даже сланцевая форма и получился фактически музея есть музей эту память но перейти на современная сорта как-то они пробовали смотрите опять же сейчас большом вернемся слышали вот давайте пока про мыши и так я спрашиваю то это самого работника он не отвечает я зачем вы это делаете причины ясно 2 1 утепление дополнительную перед весна с перепадами температур вот а второе это значит что мыши теперь фактически по его мнению эти деревья защищены от мыши у них же действительно проблем много ниже сладцевая там когда дерево штамповое ну вот все 100 стойка ну помнили наверх вот эту фотографию ладно вернемся вот вот эту фотографию посмотрели что получается это все а если все тут все эти ветки над землей им тут мышам раздоли они зажиму сожрут целиком деревья вот я такие случаи знаю мне тоже и тогда значит получается что это недостаточно так но какие-то меры приняты и наконец это я по разговору про мыши я повторю про мыши а вот это вот я просто не выдержал и сказал у вас абрикосы езда есть подводят к абрикосу и я сказал я раскопал лично это я рядом с одной вот тут хозяин не хозяин работник этого сада я раскопал и сказал если вы немедленно до самой до сухоты не уберете а время это было весна вот мокрый снег если не берете он у вас просто погибнет и он прошел столько лет я все забываю саду она там бывает по долгу службы бывало и мне даже была надежда что при опросе не отдадут этот сам этот сад крутошка а уж и этот только дай вот все и абрикосы будут только что они не будут видеть как тут если у них абрикосы этого у нее как-то спросим теперь подъезжая красноярску я заспорил с этим с товарищем который был за рулем выходить я вам тут найду сибирь и вышел из машины сразу нашел две но это не просто не годятся качестве подвое они как бы забракованы навсегда наукой и действительно проблема вы знаете вот когда мы еще не раз вернемся к теме клоновых подвоев они чем хороши клону подруга культурное дерево за церковь ноль корни искусственная палка просто обрастает колени из ничего так вот за то они хорошо совмещены с культурными на юге за то он проходит там таких морозов нет несколько быстро урожай чуть ли не первый год на 2 3 4 5 год потом можно его это плодушки из-за того что корни маг мало и хаменьки дальше дерево отказываются плодоносить все исчерпал у себя плодушка на 2-3 урожая дает и все вот эти плодовые веточки только этот дичок еще на юге это проходит а у нас нет а мы же с юга привозят и мы тупо садим и садим садим а в результате мы и карликовых деревьев не имеем и в частности как подвид карликовых деревьев это коловит тоже не имеем то есть деревья имеем полузамерзшие без урожая вот я чему говорю а вот это вот начинать надо опять вот это дико яблони на ее привели прижилось из 10 2 помните рейдлор вот следующее поколение из 10 5 следующая 7 вот но к сожалению так как у нас уже общая тайга заражена такими нам уже не надо это делать а вокруг нас консерта нет чистый пекарь потому что там нет таких садов как у нас вот теперь смотрите я меняю тему если меня слушает александр лебрих то только ради этого ради двоих я готов проводить вебинары по пять по десять часов как я и делал и так новая программа для вузов не научить всяких институтов и телеканалов тема для вебинара обрезка смертельная и вынужденная так вот когда-то меня когда я поспорил не спора практически скандал с оскорблениями с выпустившими телевизорки уже они конечно связались в этом надо просто проголчать когда я сказал что вот то что они сейчас посоветовали это там на тот момент конкретно послушать там не просто а вдруг умрет это было стопроцентная смерть от этого совета но получилось так что я не выдержал и создал вот это сейчас я вам покажу только держите застыли вот это все мы сейчас проходить не будем мы это проходим течение двести восемьдесят третий вебинар 38 пунктов сейчас я вас чтобы не пугать я просто скажу что я готовлю да фактически приготовил программу для вузов не телеканал внедрять буду уже не я 7 4 года скоро найдутся и помоложе причем из нашего кружка для этого надо чтобы нам поверили и так вековой традиции сейчас мы показал на чем на примере сада имени крутоска увидели 150 лет прошло как укрывали снегом с головой и предоставляли мышам так и все остается фото галерея ладно еще раз еще раз еще раз еще раз ой господи куда бы занесло а фото галерея дело в том что вот это вот так как здесь нет свертельный обрезок и вынуждена обрезка видите но не принимать сайте очень часто встречаются наши лена сове еще деле вот почему потому что вся надежда на них видели видели да ну ладно посмотрели еще теперь смотрите это фото галерея ну для чего нам нужно это ужасный сот для полагетов обрезки лишних веток вот этот ужас мы сейчас будем немножко пройдем ну чуть-чуть ну пожалуйста ну видите что делается и так и деревья миллионы лет конкретно это можно широконько допустим в радиусе десяти ста километров воды тысяч то есть в каком-то регионе привыкали приспосабливались и выживали вот пока там не начинались катаклизмы груши мало снега или там почти нет мало дождей отрасили себе длинные эти корни которая приказано стать уничтожить узкую крону это только на одном примере потому что здесь сразу они не знают этого что груша специально форма защитить штамп приводил десятки примеру я сейчас не буду это повторять я сам слышу чтобы сразу поняли если груша такого родилась такая то у нее нет лишних веток я просто нету и дело закрыть штамп полость то есть отрежешь ветку 3 до веса отрежешь 39 и с этим борются загущайся наоборот а вы посидите мировички не знают мне вот это зло берет они этого не знают и объяснять им это как на голове как-то забыл ладно а то обидится вот смотрим для чего это сейчас объясняю возвращаемся обратно нет смотрите и так обрезка значит так как было придумано что деревья имеют на 9 видов веток лишних назвала только темиря зубка и они родили вот что внимание ребят этот тихий ужас родился используя вот эту страшную невероятно ошибку ошибок из ошибок что есть лишние ветки если не отрежешь что дерево будет болеть заметить если не искалечишь не за дерево болеть будет не требуется какой-то такой огромный урожай даст зачем нам такой рожай лучше меньше да лучше они начинают болеть а потом 40 обработок и так обрезка плодовых деревьев минимальный заказ 13500 вот это я рассчитана для дорогого и 1 1 моя лекция часомая на центральном телевидении и вот это все они пойдут работать они это деревья в этих самых у них еще и ролики есть он вылазит на высоту три четыре метра а сейчас секатор отрезает а у меня крыша едет я не вижу смысла почему эту нет а вот нет вот это ветка смотрит а эту право а это бог а это вниз который он режет режет а потом берется это дерево вот внимание 800 1500 2500 3500 за одно дерево почему детальная обрезка детальная понимаете то есть он стоит внизу хозяин с тоской думай господи хоть бы оставил немножко а уже договор заключен уже все там есть даже когда отказывается уже должен платить вот человек увидел в чем все не надо ни количества дерева заплатить за то что человеку не дал работать вот читайте я ничего не думаю это ужас какой-то вот потом я значит для смотрите друг когда набирал тиберянского где мы увидели да вот и и вдруг еще наткнулся на абакан здесь скромнее у нас не такие цены отказался от работы 500 рублей гони 3000 заплатил иначе он просто не поедет а абакан куда соседнее село уже 3000 гони поняли вот если метр много до 60 сантиметров диаметр 2 с половиной тысячи за штуку и ведь люди на этом зарабатывают деньги но если бы они позу приносили но они приносят страшный вред они уничтожают сады дайте сказать дайте умоляю кто мне это самый скажет такое а нет по промоу он меня на советницу дело в том что сегодня я не дадут это сказать что это такое что мы видим вот это или вот это вот тут уже что творится ужас это все современная жизнь так же как мы придем в больницу выйдем оттуда с кучей этих рецептов вот вот это все придумано для изъятия денег только для изъятия денег только я для чего показал вам вот это вот куда-то успел деться для чего я вам показал свою фотографию остается только вынужденная обрезка сейчас мы подойдем к ней чтоб я не был голословный идем дальше вот смотрите я специально просто как бы сказать предевременное оборвание это обрезка плодов кто об этом знает потому что это увнесение по прищипывания побегов это обрезка бороздование это обрезка слова резерка резать я ничего не путаю корни рез резать вот смертельный прием я говорю что этот обозел уничтожен весь сад весь сад уничтожен том числе бороздованию вот удушение это тоже самое пикировка тоже самое перевод ростовых веток на положение то же самое обрывание цветов тоже обрезка укорачивание веток обрезка летняя обрезка это еще ужас дальше камень то ладно проехали про не сколько говорил обрезка при пересадке вот единственная полезная вещь а я уже до пятнадцатого пункта дошел представляете вот единственная вот тут уж куда денешься а дальше постулат железа внимание чем позже это один из законов природы которые никто не знает потому что быстрее 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 искалечивает уже дает рожай а дальше пишут мы отрезаем 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 дереву здоровее и лучше плодоносить на самом деле постулат железа это один из законов природы который надо знать потому что дерево не 35 а 20 40 лет она плодоносит чем позже за плодоносит дерево тем она будет здоровее и обильнее за счет саши вот бить бы вам в голову этим хотя бы студентов ну а дальше вот я просто помолчу читайте сами а мне чем может быть последний вебинар бы было же коронавирусом болел тем только не болел вот 7 год по месте так и мы все это проходили сухой штамп б не тронутая крона и выпустите мережки где вы ау основа жизни во влажных регионах не смейте влажных регионах ну что это как с вами это вы не сажаете абрикосы у нас уже в регионе не одно абрикосы у нас не узнает груша это тоже такая же редкость волчки спасители дерева приговорили к смерти обрезка на кольцо самый смертельный из всех видов обрезки представляете вот смотрите это недавно было четыре года назад черным побел ведь специалист пишет что самый главный вид обрезки самый полезный вот здесь вот я потом сфотографирую покажу кто не верит что это могло быть что это обрезка на кольцо ну свои бесколько я уговорю но последний уже частный случай умоляю не отрезайте ветки у колон придумали знать что у кого на штампа и все ниже будет фотографии поговорим теперь переходим еще раз раз мы сказал что мы дали что не сам интеллектуальный воденков сказал царство небесное будем интеллектуализироваться поняли будем интеллектуализироваться дальше как я термин придумал интеллектуализируется ну посмеется за мной я люблю сам на собой посмеяться вот итак перед вами уникальная рисунок который мне подарил николай иванович кульев так давайте разбираться пока его не было вообще понятие было но корни 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 видели одни корни едят другие корни пьют воду 3 добывают соли трудно растворимые 4 минералы еще более трудно растворимы и самое главное почему не на разной высоте я открываю одно из тех но многие забыли а многие не знали а впереди же нужен новый учебник или на сад когда будет следующий учебник я вас прошла когда бы следующий учебник его тоже не сладко приходится аспирант это серьезно конечно но пока это еще не это не академик жалко так поехали и так значит нагляделись я чуть-чуть отвлекся биополе х растение я долго искал где у нее нервы я резал деревья я проспилил если искал где а вдруг где то есть орган который никто нигде не заметил а вдруг а вдруг ну почему интеллектом в эту самую реагирует реагирует вот раны зашивают зашивает должен быть этот мир нервный этот самый нервная система и нервные узлы где они и когда я почти сошел с ума я попросил свою внученка вот это вылетел до из бочки и сфотографировал ах вот как она оказывается на самом мире а то представляете 100 метровые деревья вода из почвы поднимается на высоту 100 метров преодолевая давление 10 атмосфер на вас 10 атмосфер надавите вы лепешка мокрое место а дерево еще это еще и живо и вода против против силы тяжести наоборот подымается как как это могло случиться ну понятно как значит чужого беседа вот спокойно объясняю сейчас меньше сделаю висит судах ходил вот так надо но так и так смотрим друзья значит он на разной высоте что еще заметил это походу видите вот это веточка вот слева как выделяется и и поэт водой определенные корни а центральная вот эти корни ну может быть плох курсор видно мы догадались а правой вот эти корни и не так ладно теперь корни расположена разной высоте если из корень который ниже позиция допустим на полметра на метр ниже значит он создает вот это вот вот это вот он и создает поняли а то я хожу и думаю почему вода снизу мяч течет ну почему вода снизу мяч течет написал письмо сказал он у меня делал уже это я еще не договорил до конца урозу интеллектуальные у нас назвали терпеть уже смотрите итак биополе растений нашел и нервы и то есть биополе растений я попросил за ссылка потом нарисует не это биополе вот она будет то же самое дерево но полупрозрачная полупрозрачная все такое биополе ну ты на лучше не смотрите википедию это помойка натуральная потому что если вы туда посмотрите вы покурите виска и скажите за сумасов так вот биополе растений это и нервы и поисковая система поняли да корни сами по себе не растут направляет биополе просто и вот результат теперь смотрим сюда пусть даже 100 метров если есть вот сюда опускается по ним нажав это ручейком ток жидкости да то это способствует тому что он поднимается поднимается опускается причем каждую часть дерева сама по себе поднимается опускается или поднимается опускается поднимается опускается а для чего еще рассказывал просто так вот ничего он тяжелись такой умный ну и что что от этого а то что хватит дерево калечить вот чем я говорю это все понимаете хватит дерево калечить а это уже совсем другая история совсем другая история боже мой что они натворили что они натворили для того чтобы зарабатывать на этом на вашей беде вот чтобы платили за уничтожение деревьев вот это все придумано я нигде не нашел ни одного смысла ветку отрезаешь груши 3 вырастает среднем 3 отрезаешь 9 и за огущается и ведь еще жалуюсь вы знаете вот это а это строительство роликах или в этих штатях вот отрезали до назову встречу вот опять будем резать потому что волшки дает она 5 раз кидала а потом опять будем резать вот этот ужас от которого нужно отказаться много скажите когда можно резать все скажу когда ну эту тему пропускаю это те самые грибы трудовики которые надо умудриться стамеской шпателем а еще а есть еще даже эти ядохимикаты специально и эти самые как это называют специально чтобы они погибнут я дурею почему потому что попадаются искренне искренние люди искренне которые сами верят в это что мы сейчас опрыскаем и дерево это это прутовик погибнет вы понимаете не знаю что такое прутовик ой ёбаё ладно а а а а а а Продолжение следует...